А давай сначала простую историю сделаем. Вот есть такая табличка и я хочу сделать из нее DataFame. На самом деле, поскольку этот сайт, он немножко такой не слишком шустрый, я в какой-то момент я просто предложил там всей группе зайти на этот сайт и скачать таблицу с этого сайта. Сайт лег. Поэтому вместо того, чтобы скачивать эту табличку оттуда, я просто сделал ее копию у себя на сервере. Здесь он не ляжет. Так, нет, это не то, что я хочу. Вот, именно копия. Вот, он такой же точно файл. Давайте я отправлю ссылку в Telegram. Где тут наш… Так, вот. Так, ну давайте я смогу еще короткую ссылку из него изготовить. Так, значит, что я хочу… И я хочу пандос. И я хочу скормить ему эту ссылку. Нет. Ну вот. Сейчас, секунду, я сейчас поставлю себе библиотечку. У вас эта библиотека, скорее всего, стоит, у вас, скорее всего, эта команда пройдет без проблем. А мне сейчас придется поставить библиотеку себе. Ну, я думаю, что это быстро. Так. Вот. Продолжение следует... 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 Вот, значит, видно, что в заголовке есть просто числа. Но это мы сейчас крепко исправим, мы просто добавим здесь header равняется ноль, и еще раз включаем. Это мы таким образом указываем, что первая строчка таблицы является заголовочной строчкой, вот видно, что теперь первая строчка правильная. Но, тем не менее, видно, что то, как отображаются у нас сейчас таблицы, не похоже на то, как она раньше отображалась. Почему так? На самом деле, если мы посмотрим, что за объект нам вернула функция readHTML, то мы видим, что она вернула нам список. Ну, понятно, что на самом деле на HTML-странице может быть много таблиц. На одной и той же странице может быть несколько элементов, которые означают таблицы. Поэтому readHTML автоматически возвращает список, который содержит в себе все таблицы, какие она найдет на странице. Все, что не таблица, она игнорирует. Но список таблиц, список DataFrame. А, список DataFrame. Но в данном случае видно, что у нас длина этого списка равняется единице, то есть это означает, что у нас есть всего одна таблица на этой странице, и у нас есть список, состоящий из единственной таблицы. Но вот давайте мы его просто оттуда извлечем, вот так. И видно, что это теперь уже нормальный DataFrame. Ну, смотрите, у меня в tables список таблиц. Их там, на самом деле, одна штука. Вот я просто беру и говорю, что мне нужно из списка tables извлечь элемент с индексом 0. Первый элемент. Он же единственный. Ну, на самом деле, если, как бы, если вы реальный HTML-файл пытаетесь таким образом превратить в DataFrame, то вам, скорее всего, у вас в этом HTML-файле будет несколько таблиц. И вам придется как-то вручную или полуавтоматически проверить, какая же именно по номеру эта таблица здесь есть, и вытащить именно ее. Хорошо. Давайте теперь немножко приготовим этот DataFrame к дальнейшей работе. Во-первых, здесь есть какие-то лишние столбцы, которые нам не очень интересны. Например, StationID, которая, кажется, везде одинаковая. Можно посмотреть. Значит, как понять, правда ли, что оно везде одинаковое? Ну, можно просто сделать valuePound, который мы обсуждали в прошлый раз. Ну да, видно, что все значения StationID одинаковые. Или здесь есть еще один параметр StationNM, он ну да, ну да. Ну да. Ну вот так часто бывает. Ну вот есть. В некотором смысле мне очень странно, что это здесь оно такое. Ну вот да, бывает. Видно, что по смыслу везде все одинаковое, но почему-то некоторые буквы заменены на два знака вопроса. В каких-то отдельных строчках. Непонятно. в любом случае видно, что нам этот столбец нам никакой информации не несет. И есть еще столбцы, вот непонятные столбцы Q, Q1, Q2 и Q3 и D. Я не знаю, что они означают. Кажется, у них значение… Хорошо, у кого-то 0, у кого-то 9. Ну, короче, непонятные какие-то столбцы. Давайте мы их тоже грохнем, все равно мы не понимаем, что они означают и… Ну, нет, это не квартал явно, потому что они изначально называются действительно Q, 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 а их переименовывает Pandas для того, чтобы… Я не знаю, может просто разделить, не знаю, что… Вот это D тоже не знаю, что такое. Короче, давайте избавимся от всего, что нам не дает никакой информации. Давайте я просто вернусь вот сюда вот и прямо сразу здесь сделаю Drop. Значит, я хочу дропнуть… Что я хочу дропнуть? Хочу дропнуть StationNM, StationID. Да, но это как раз… Значит, это просто вы можете делать с помощью выбора элемента. Ну, вот, помните… Ну, вот, например, допустим, я хочу оставить tmpmin, tmp, tmp. Ну, вот так вот я его оставляю. Ну, я в данном случае не делаю никаких… Значит, ничего никуда не сохраняю. Ну, вот если вы хотите из большого DataFrame получить только DataFrame, в котором нужный вам стал цвет, это делается вот так. Ну, а сейчас я хочу наоборот выкинуть ненужный. Значит, StationNM, QQ1, Q2. QQ1, Q2, D. Нет, сейчас не заработало. Правильно. Потому что нужно Аггус равняться другом. Давайте посмотрим, как теперь это выглядит. Ага, еще есть Q3. Давайте мы его тоже грохнем. Так, ну так-то лучше. Таблица становится более обозримой. Но все равно еще много всякой ерунды. Например, много всяких строчек, в которых есть наны, которые нам тоже не очень нужны. Давайте мы их тоже грохнем. Прямо сразу вот здесь вот так вот пишу, drop and out. Да, нормально. Да, нормально. Да, есть такое дело. Что теперь у нас здесь есть? Ну, вот еще мне теперь не нравится то, что у нас год начинается с какого-то странного огрызка. декабря 48-го года. Давайте я просто этот кусок таблицы вручную отрежу. Ага. 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 Нарисовано за все время наблюдений. Понятно, что это что-то, что очень трудно нарисовать на этой картинке. Давайте я немножко по-другому это сделаю. Давайте я скажу, что мне нужно, например, только кусочек этой таблицы. Ну, например, первый год. Сейчас, да, ерунду я какую-то написал, простите. А, вот так. 365, потом . Да. 365. Вот, ну вот это уже более реалистичная картинка. Похожа на прав. Да, да, да. Но, как бы, вот если вы здесь используете числа в срезах, то он воспринимает эти числа как просто номера строчек. То есть, вот таким образом я просто прошу выдать мне первые 365 строчек. Ну, поскольку мне не важно, что точно выложится в год. Я хочу посмотреть, насколько реалистична картинка. Ну, видно, что картинка действительно реалистична. Значит, это максимальная температура, вот этот синенький. Это минимальная температура, это осадки. Вроде бы все выглядит вполне реалистично за год. Ну, давайте, может быть, еще каких-нибудь картинок порисуем. Например, допустим, я хочу за 10 лет. А? А по оси Х сейчас не пойму что. Ну, количество по оси Х сейчас вот те самые... Вот эти вот числа по оси Х. Мы их потом сделаем нормальными, но чуть-чуть попозже. Так, давайте посмотрим на такую картинку. Ну, давайте оставим что-нибудь одно. Например, оставим только TMP-MN. Это, видимо, средняя температура. Ой. Это не то, что я хотел. Вот так. Ну, тоже получается, я сейчас за 10 лет сделал, тоже получается такой дико скачущий верхний из график. Но я могу сделать что-нибудь симпатичнее. Например, я могу нарисовать скользящее среднее. Допустим, по месяцу. У меня здесь нужно было взять температуру. Вот так. Не забрав месяца. Давайте я сделаю побольше. Нет, так не видно. Как вам цвет больше нравится? Можно. Можно увеличить картинку. Сейчас, может быть, и не здесь, может быть, и сайс передать. Да, может. Нет. 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 а я добавил сюда вот опция фиксация она принимает на вклад кортеж из двух элементов ну собственно это ширина и но она рисует она рисует на той же самой картинке да вот если вы две рисовальные функции выполняется в одной ячейке то тогда она старается все картинки рисовать на одних осях ну то есть там и в данном случае поставка уже один раз созданная она следующий рисует на предыдущий поэтому только только в этом месте нужно было указать его фиксайз смотрите это скользящее среднее то есть я просто вычисляю вот у меня эта штука устроена так что я хочу усреднить а значение ну вот здесь сейчас видно что у меня красный график немножко смещен относительно синего но это потому что я сейчас рисую точку в конце окна а можно и поставить середину окна для этого нужно сюда вот написать центр давайте все это возьмем скобочки вот теперь вот теперь каждая точка находится в центре своего акуса а значит я добавил вот сюда вот опцию центр равняется вот вот это вот в роллинг роллинг он как бы создает это окошко а мин говорит что я по этому окошку хочу брать средний на самом деле можно опять же брать другие агрегирующие функции можно брать максимум и минимум что хотите а да на самом деле я вот эту вот ссылочку я в телеграмм тянул пока длинненько а непонятно что это такое но как бы это будет средняя по всей таблице а это скользящая средняя если я без дровин просто написал бы . mint это означает что я вот всю таблицу превратил бы в data frame просто да не в data frame а в series просто считая средним по каждой перемене это была бы как бы средняя температура за все время наблюдения средняя от всех средних средних от всех максимальных и так далее а хорошо ну давайте интереса ради попробуем нарисовать похожую картинку только на большем промежутке но допустим я хочу нарисовать скажем за все время наблюдения что будет выглядеть ну да то что такое не очень понятное давайте сделаем такую вещь вот эту я просто уберу а здесь сделаю усреднение ну скажем по годам ну хорошо давайте теперь на этой же штуке нарисуем усреднение по годам и здесь же усреднение по десятилетиям а вот допустим здесь у меня тут будет вот 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 ну и наконец если я нарисую только вторую здесь только красненькую картинку вот если мы посмотрим на глобальное поцепление видно что температура увеличилась на несколько градусов средних но я сочет cool Play тесняли через этот три дня по десятилетиям Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нижнюю, большую... Это что вы имеете? Вот эти вот? Сейчас сделаем. Сейчас сделаем, но только я хочу их не то, чтобы убрать, я хочу их заменить на нормальные даты. Но вот на самом деле у меня сейчас по горизонтальной оси просто написаны индексы. Индексы таблицы, то есть просто количество дней, которое прошло там с момента начала наблюдений. Начало наблюдений при этом у нас там какой-то декабря 1948 года. В общем, единица измерения немножко странная. Давайте попробуем сделать так, чтобы здесь было написано что-то нормальное. И на самом деле это довольно просто сделать. Но так им нужно просто правильный индекс сделать. Но вот возвращаясь к дата прайму, видно, что здесь есть столбец, который называется DataOps. Это просто дата наблюдения. Но если на него внимательно посмотреть, то видно, что это столбец, он хоть и прикидывается датой, но на самом деле это... Ну вот если я посмотрю на то, что такое первый элемент. Видно, что это строка. Ну, на самом деле, со строками, с датами, которые записаны в виде строк, работать неудобно, потому что Python не понимает, что это дата. Он видит, что это какая-то строка, просто какая-то подпись, и все. Поэтому мы сейчас вместо того, чтобы работать со строками, будем переконвертируем эту штуку и будем работать с настоящими датами. Для этого в Pandas есть вот такая функция, которая позволяет переконвертировать что-нибудь в нормальный формат даты-времени. Я не знаю, что вот это означает, честно говоря, но вот этот NS обозначает наносить функцию. Опять же, эта функция возвращает нам новый столбец, а если мы хотим его куда-то сохранить, чтобы потом использовать, нам нужно это сделать явно. Ну, давайте просто сделаем, например, такую штуку. Я хочу просто записать эту вещь в индекс. Теперь у меня DataFrame индексируется датой-времени. Датой-времени. Теперь, если я попробую сделать такое же commando, то видно, что он мне по горизонтальной оси пишет то, что надо. Это в данном случае годы. Ну, вот если бы я сделал что-нибудь на меньших премьерах, скажем, вот эту картинку. Ну, вот здесь тоже годы, только почаще. И, допустим, я сейчас уменьшу. Вот, допустим, я за один год хочу посмотреть. Ну, вот видно, что он мне показывает год и месяц. Значит, это вот, собственно говоря, изменение, которое я сделал, вот такое. Я переопределил индекс. Вот это pact. Ну, вот это pact. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За первые 15 дней января... Но тут уж так просто не сделаем. Таким образом не получится. Нужно быть явно прописать, что я хочу... Ну типа с первого по... Вот так сработает. Вот, да, значит вот так можно... Так можно делать, вот так можно делать... Подумать, что будет, если я вот так сделаю. Нет. Он выдул ки-эра. Кто догадается, почему он выдул ки-эра? Нет, не путает. В данном случае он понимает, что это дата записана в формате год, год, месяц, день. Ну и даже если путал бы, стану такой... Такая дата возможна. Нет, причина в другом. Почему он выдаёт ки-эра? Что проверяет? Кого? Дата есть. Пятьдесятый год есть целиком, но вот если вы не верите, то вот повал стоит. Второй месяц, вот он, эта строчка. Но он же может вот эту штуку превратить в дату-время. Нет, никакой проблем. Раз что он нам один раз это сделал, когда мы его попросили, он может и в этот раз сделать. Так, ну давайте. Индекс или что? Нет, это неважно. Вот это индекс, это отдельный столбец. Они никак друг с другом на самом деле не связаны. Они просто по чистой случайности так совпадают. С точки зрения... Нет, такого не может. Ну хорошо. Саша, а что вообще делает вот такая штука, когда я запрашивал именную? У него нет столбца с таким названием. Да, а с месяцем он работает, потому что он воспринимает вот эту штуку не как название одного элемента, а как срез. Он понимает, что вот эта штука, она имеет формат такой же, как дата-время, хотя является строчкой. Но при этом он понимает, что это как бы не полное дата-время, что вот здесь вот, что если мы сделаем такой запрос к такому дата-фрейму, то мы получим, вообще говоря, можем получить не одну строчку, а много строчек. Поэтому он рассматривает вот такую штуку, как срез. А срезы работают по строчкам, когда вы используете квадратные скобки. Я, надо сказать, тоже довольно долго думал над тем, почему это так, когда отвечал на какой-то вопрос на Stack Overflow. В конце концов, дело закончилось тем, что я нашел баг в Pandas, и я его потом уже исправил. Вот, на... Ну вот это там довольно тонкий баг. Но вот это не баг, это так и должно быть. Ну, то есть, по задумке разработчиков. Вот, если вы хотите получить в точность и строчку, то нужно использовать правильный способ доступа. Илог – это по номеру. Все индексаторы, которые работают с И, это индексаторы, которые работают с номером строчки. А просто лог работает с теми индексами, которые мы с точками присвоили. Или столкцом. Илог – это по номеру. да если вам если вам повезло если табличка действительно простая тогда можно но как бы какие проблемы бывают бывают разные проблемы бывают таблички которые сделаны криво бывают таблички в которых например не только числа там должны быть числа но и какие-нибудь буквы типа единиц измерения бывают таблички в которых числа написаны как числа на в качестве десятичного разделителя используется запятая не . хотя это кажется пандус умеет это кажется в рид html есть такой параметр чего как мы воспринимать точки запятые потому что нету а ну да вот есть здесь есть какой-то десятичный разделитель может быть может быть точку с запятой его можно его можно перепрограммировать но в общем да если это частная табличка которая выглядит как табличка и по смыслу табличка то ее можно загнать в дата фрейм вот послушали дочтый номер а хорошо так давайте вернемся к нашей истории значит мы хотим понять правда ли что если январь теплый то февраль холодный если февраль теплый то март холодный и так далее а для того чтобы это проверить я хочу посчитать среднюю температуру за каждый месяц за каждый год как-то сделать не очень понятно как сделать на на самом деле понятно да нам нужно все это сгруппировать и на самом деле я могу сделать такую вещь смотрите вот этого индекса который мы сейчас сделали у него есть как интересно значит у него есть процент такие такие штуки как бы мы от каждой даты можем взять информацию о том какая у нее какой у нее год какой у нее месяц какой у нее день и то есть в самом себе дата фрейме сейчас нет таких столбцов но мы все равно можем по вот таким штукам сгруппироваться давайте попробуем значит я хочу сгруппировать по кому я хочу сгруппировать а я хочу сгруппировать по в годы месяцем да можно да и усреднить о сработала не очень правда симпатично сработало Значит, смотрите, можно сделать вот так, то есть я ему здесь в качестве того, по чему группировать, передал прям сразу вот такую вот штуку. Ну, а можно было сделать чуть-чуть подольше, а именно можно было создать такие столбцы, ну давайте создадим эти столбцы. Да, давайте все-таки сделаем, может быть, немножко более длинно, но зато… или так нормально? Не, ну хорошо, давайте все-таки сделаем. А, ну-ка, может быть я могу сделать вот так. Так, сейчас посмотрим. Я просто хочу, чтобы вот эти вот штуки имели бы нормальные названия. Нет, так не сработало. Ну ладно. Вообще по всем годам? Да, легко. Ну, можно было вообще просто сделать вот так, и вот у вас было бы среднее по всем годам. А. А, я понял. Тогда наоборот. Сейчас. Из 12 месяцев тогда наоборот. Тогда вот так. Так. Не, непонятно. Нет, 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 нет. Смотрите. Мы здесь полностью потеряли информацию о конкретном годе. Да, да. Поэтому так как раз не получится. Я хочу следующее. Я хочу, на самом деле… в конечном итоге я хочу такую таблицу, в которой у меня будет по строчкам, например, всевозможные годы, а по слабцам всевозможные месяцы. И тогда я смогу сделать корреляцию между слабцами. Вот что я хочу. Так, ну давайте я все-таки сделаю так, как я изначально подумал. Значит, а именно month равняется . Значит, сейчас я уже добавляю вот эти вот столбцы в мою табличку. И теперь я могу сделать группировку. Значит, чего я там хочу? Тоже по годам и месяцам, да? Вау, а так симпатичные. Вот так симпатичные. Давайте внимательно посмотрим на табличку, которая у нас получилась. Вот здесь видно, что вот эта часть, которая относится к индексам, в данном случае устроена хитро. Это так называемый мультииндекс. табличка. А именно у нас индекс одной строчки – это пара, год, месяц. табличка. Давайте я возьму от этого что-нибудь один столбец, например, среднюю температуру. вот эта штука, которая, кстати, получилась – это просто series. Это как бы одномерная штука. Но при этом у этой одномерной штуки индекс является мультииндексом. То есть здесь на самом деле хранится, это как бы, это как бы вы взяли таблицу двумерную, где по, допустим, по строчкам, сейчас, значит, да, допустим, я взял такую таблицу, порезал ее по строчкам, то есть взял таблицу, в которой одна строчка – это год, один столбец – это месяц. Порезал ее по строчкам и как бы вытянул ее в такую длинную, длинную, длинную штуку. Вот это как бы моя первая строчка этой таблицы. Вот это вторая строчка этой таблицы. Ну, здесь, на самом деле, здесь вот этот вот год, он написан только в одном месте, но на самом деле подразумевается, что он есть и вот здесь точно такой же 1949, и вот здесь 1949 и так далее. И это на самом деле означает, ну, вот давайте как-нибудь этап это какое-то было значимое, dmp, mn min, by ban by guamah. На самом деле, вот если я хочу сейчас получить, например, первый элемент, то я могу сделать это вот так. Значит, вот здесь на самом деле в качестве индекса используется кортедж двух элементов. Так есть же ТАП Комплитшн, зачем короткие названия? Один раз это надо написать. Один раз надо. На этом просто так отображается, но как бы можно было попросить его напечатать совсем очень длинный датафрейм, но у вас просто браузер не выдержит, если его попросить длинный датафрейм слишком большой. Вы хотите, например, полностью этот датафрейм вывести, как он есть? Допустим, чтобы он сейчас не перепутал, чтобы он сохранить какой-нибудь PDF-файл. Сохранить в PDF-файл. Ну, скажем так, не знаю насчет PDF, если его сохранить куда угодно, в CSV, в HTML, я думаю, что он целиком сохранит. Но вот, допустим, я его хочу сохранить в HTML. Так, что он хочет? Что-то. Ну, допустим. Ну, вот сохранит. Ну да, 4 мегабайт на HTML-файл получился. Ну да, вот он, весь телефон, весь телефон этот файл, который ну, он очень похож на тот, который мы скачали, но это, на самом деле, тот файл, который мы сделали. Да, да, нет, вы сохраните все, все сохраните как-нибудь. Хорошо. Так, давайте вернемся к нашему вот этому CRS. Значит, как я уже сказал, это CRS, он вроде как прикидывается одномерным CRS, но на самом деле представляет собой просто высунутую таблицу. И, допустим, мы хотим из-за этого CRS сделать нормальную таблицу. Это, на самом деле, очень похоже на операцию Pivot, которую я обсуждал в прошлый раз, но только в данном случае у меня вот эти вот штуки, это не столбцы, а это просто часть индекса, точнее конкретно мультииндекс. И на этот случай в Pandas есть специальная команда OnStack, которая позволяет сделать из такого, из такой штуки сделать просто таблицу. Как должна называться операция обратная к операции? Это OnStack? Да. Ну вот я сейчас ее сделал сначала OnStack, потом стэк, получилось то, что было. Ну да. Давайте это тоже сейчас как-нибудь сохраним. То есть придумать короткое название. Ладно, давайте так. Я хочу, на самом деле, навести некоторую красивость, а именно я хочу, чтобы у меня колонки назывались бы… А, я, кстати, придумал, кажется. Ну-ка. Сейчас, может быть, я могу это сделать, наконец, без ручного перечисления названий месяцов. Ну-ка. MonthName и сгруппироваться MonthName. Вот, смотрите, нормально все. Вот. Теперь красивенько. Значит, я сделал следующие вещи. Я добавил еще один столбец, который называется MonthName. И оказывается, что вот этот DefIndex, он умеет сообщать не только номер текущего месяца, но и его название. О, слушайте. Ну, вот это я не уверен, что у вас заработает. У меня заработает. Интересно, правда, что он в каком-то не очень понятном падеже. Но вот падеж здесь, кажется, не поддерживается. М? Я добавил локаль. А, сортировка? Ну да, по алфавиту. Вообще она по алфавиту. Мне что-то мне это не нравится. Ладно, давайте… Цифры не оставим. Да, давайте пока оставим цифрами, но… Нет, сейчас… Нет. Сейчас… Сейчас, сейчас делаем как-нибудь. Так, давайте вернем здесь Month. по алфавиту. Но все-таки я хочу… Ладно. Ну, видимо… В январе какой месяц? А, февраль. А, как-то не… Никогда мне не удавалось это сделать автоматически, видимо, и в этот раз не получится. А, январь, февраль… В этом дальше… Март, апрель… Май… Идель… Идель… Все. А, теперь у нас нет никакой странной алфавитной сортировки, и все хорошо. Наверное, этот список все-таки можно получить автоматически в текущей локале, но я… А, я так и не успел с этого делать. Потому что всякий раз быстрее бы срочную забить. Ну, я бы сказал, потому что мне не нужно его делать так, чтобы он был правильно работал в любой локале. Если бы мне нужно было сделать пользовательское приложение, то, конечно, у меня… И, кстати, я бы нашел бы, как этот список получить текущую локацию. Так, ну, хорошо. Вот мы получили такую чудесную табличку. Давайте посчитаем корреляцию. Корреляцию посчитать можно вот так. А, он сделал корреляцию столбцов. То есть он проверяет, правда ли, что… Ну, как раз ровно то, что мы и хотим. Правда ли, что… Значит, это корреляция… Попарная корреляция всех столбцов друг с другом. Всех со всеми. Ну вот, смотрите. У нас, получается, таблица корреляционная. То есть, например, вот это число показывает, насколько хорошо январь коррелирует с апрель. Правда ли, что если оценка в январе увеличилась, то оценка в январе тоже увеличивается. Значит, это он просто посчитал коэффициент к являции Пирсона. Штука, которая показывает, правда ли, что два набора чисел связаны таким образом, что если в одном из наборов чисел число большое, то в другом тоже большое. Или наоборот. Правда ли, что если в одном числе… Если в одном наборе выбрано маленькое число, то и в другом, скорее всего, будет тоже маленькое. Да, давайте посмотрим на самом деле… Я хочу картинку нарисовать. Теперь мне не нравится на эту таближку смотреть, она какая-то непонятная. Да, я примерно это сейчас хочу сделать. Значит, file-t, im-show… Так, ну давайте как-нибудь это обозначим, допустим, вот так. Так, что я хочу… Так… 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 Вот, по-моему, хорошо. Значит, им шоу просто позволяет нарисовать, ну, как бы вот такое вот, он просто берет в данном случае двумерный двумерную табличку и просто рисует каждый, каждый ячейк этой таблицы, соответствует один пиксель, но вот пиксель может быть большой. Значит, CMYP указывает, какую цветовую карту использовать. Ну, в данном случае я использовал карту, которая называется Seismic, ну, потому что она явно показывает положительное и отрицательное значение. В именно EVMAX, в данном случае просто мне перемасштабировали эту карту так, чтобы минимум был в минус единице, максимум в единице. Это минимальное и максимальное значение, которое корреляция, в принципе, может достигать. ColorBar нарисовал мне вот эту штуку. Вот эти две команды поставили по осям нормальные человеческие названия для минус единицов. А точку с запятой мне в конце, чтобы он не выдавал бы вот такую штуку. А он автоматически, у него большинство рисовальных команд устроено так, что они как бы вот перед тем, как вы сделали вот эту штуку, он на самом деле расчистил все пространства под картинку, и после этого все остальные команды, они относятся к той же самой картинке. Ну, опять же, это частично свойство Юпитера, потому что он делает так, что в одной ячейке как бы генерируется одна картинка. Ну, на самом деле нет, можно его попросить не генировать больше, чем одну картинку, но это уже явно нужно просить. А так по умолчанию он рисует на одной и той картинке. Да, 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 просто такая визуализированная коллекционная матрица. У вас другая получилась? Да, да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значение последнего выражения. В данном случае это вот такое выражение, оно возвращает некоторый набор вот этих тиков, но нам от этого совершенно не жарко, не холодно, и чтобы он этого не делал, я поставил тут свою запятую, чтобы создать еще одну строчку. Просто, чтобы он бы это не выводил. Но она просто разделяет, она позволяет создать новую строку там, где новой строки нет. То есть я, в принципе, могу... Ну, я не знаю, print hello, а точка запятая print hello. Это то же самое, что print hello. Точка запятая редко используется в питоне, но вот теоретически допустимый. Допустимый, допустимый... Вот, ну вот. Глядя на эту картинку, можно заметить, что чаще всего, конечно, соседние места коррелируют. То есть, в принципе, если февраль теплый, то, скорее всего, март тоже будет теплым. Но, опять же, что значит, скорее всего, эта картинка не... Она ничего про точенно-соответственную связь не говорит. Она говорит следующее, что если мы возьмем статистику за последние 50 лет, если вот из этой статистики мы выбрали месяц, мы выбрали год, и в этом году февраль оказался теплым, то, скорее всего, в этом же самом году март тоже окажется теплым. Вот что показывает эта картинка. Она не показывает нам динамику за конкретный год. Но, по крайней мере, вот такую вещь она показывает. Это, кстати, может быть объяснено просто тем, что… Ну, вот этим самым глобальным потеплением. Если вы выбрали случайный год, и в этом случайном годе февраль оказался теплым, то это означает, что с большей вероятностью этот год был позже, потому что как раз у годов, которые позже, у них средняя температура выше. И это, в частности, может объясняться таким образом. Там можно ввести поправку вот на этот тренд, который там получается, и там получится немножко другая картинка. Вот. Но вот, тем не менее, видно, что никакой такой отрицательной зависимости чаще всего нет, хотя вот зависимость между маем и июнем есть отрицательная. Но тут, на самом деле, слишком мало данных, чтобы делать какие-то статистически значимые выводы. Более-менее все статистически незначимое здесь. Но вот еще забавно вот такая штука, например. Почему-то июнь с ноябрем отрицательно скоррелирована. Я не знаю, является ли это реально каким-то свойством погоды или это просто некая случайная флактуация. Надо было, по идее, просто запросить аналогичные данные из других городов, посмотреть, будет ли там тоже эта точка появляться. Ну или просто более аккуратно провести статистический анализ посмотреть, посчитать P-value, соответствующий и прочее. Ну, если просто на конкретной вот этой штуке посчитать P-value, то оно там будет значимое. Но при этом, на самом деле, это неправда, потому что у нас здесь слишком много точек. У нас, так сказать, поправка на множественное сравнение надо делать. А если бы эта точка оказалась бы не здесь, а где-нибудь вот здесь, то мы тоже бы ее бы заподозрили в том, что она не выстрелит такой эффект. Короче говоря, данных надо раз в 20 больше. Тогда можно будет сказать, что это более определенное. Ну, вот такая баечка с такими примерами, работая с данными в Pantos. Есть ли на эту тему какие-нибудь вопросы? Хорошо, давайте тогда сделаем 10-минутный перерыв и продолжим. Я покажу, наверное, еще одну рисованную библиотеку, а потом перейдем к сплэпингу. Да, да. Ну, она у меня получилась. Там, знаете, дело было в практике. Вот я потом услышала, где мы пишем сплит. Если убрать, у меня там пробел стоял, то все заработало. А, я понял. Ага. Вот, я тут совсем заблудилась. Пыталась несколькими способами. Значит, нет, смотрите, здесь все очень просто. Ага. Смотрите, значит, вот у вас есть такой параметр. Вот давайте я покажу такую вещь. Допустим, у меня есть строка, точнее список строк. И я хочу из этого списка строк выбрать самое длинное слово. Если я сделаю вот так, то я получу слово, которое первое при сортировке. А если я хочу самое длинное, то мне нужно передать этому Максу ключ, который будет вычислять то, чего я хочу сделать самым большим. Длину, да? Длину. Значит, в данном случае это будет просто функция, которая вычисляет длину. Здесь то же самое. У вас есть вот этот самый список студентов. Вам нужно написать функцию, которая для данной записи из этого списка, для данного элемента этого списка, например, для такой пары, будет вычислять то, что вы хотите максимизировать. То есть вам нужно написать такую функцию, которая бы делала какую-то такую штуку. Ну или хорошо, допустим, great. Вот matters great я пытался писать цикл. Да, но вам не нужен, да, но вам не нужен здесь цикл. Опять же, у вас эта функция, она будет принимать на вход один элемент этого, ну, какой-то элемент этого списка. То есть в данном случае у вас будет… Как мне посчитать, у меня функция принимает на вход элемент списка вот такую штуку, пару. Значит, как мне посчитать то, почему я хочу максимизировать? Нет, вам здесь не нужно максимизировать, вам нужно максимизировать. Еще раз. У вас есть список. Список состоит из элементов. Вам нужно найти максимум, но максимум, так сказать, не сравнивать сами элементы, а сравнивать от них что-то другое. Второй элемент в списке. Да. Вот вам нужно сделать функцию, которая будет из элемента делать то, что вы хотите сравнивать, почему вы хотите искать максимум. Как это сделать? Оценку. Вот у вас элемент типа вот такая пара, BOP4. Что вы хотите сравнить? Оценку. Значит, вам нужно из пары BOP4 получить… А, взять как бы у каждого… Вот, вот возьмите. Ну, просто типа… Как это… Эту пару называете? Ну, вот я ее уже называю. Значит. Она будет… Это то, что… Это то, что будет… Ну, хорошо. Теперь этого мало. Вам нужно с этой штукой что-то сделать. Вам нужно с этой штукой что-то сделать. Вам нужно с этой штукой возвращать. Ну, допустим. Максимум. Максимум. Подождите. Вам здесь не нужен максимум. Вам нужно, чтобы функция возвращала вот эту штуку. Как ты сделаешь? Ключом, G, R1. Отлично. Да. А вот теперь вы вот эту штуку, вот этот grade, подставляете в качестве ключа в функцию, которая считает вам максимум. Вот точно так же, как здесь. То есть просто key равно grade? Да. Так нам не нужно. Это уже в той функции, которая является решением вашей задачи. А, вот здесь. А я могу, допустим, попытаться со списками отключениями это сделать? Нет. Вам не нужно здесь никаких списков отключений. Это делается ровно в одну строчку. А здесь правильный вариант строки? Вот сюда, допустим. Давайте я сейчас все смотрю. Да. А то вам, я чувствую, да, это расстать с рекордом. И открыть ее тоже с актером. Так. Теперь у вас есть прекрасная возможность написать вход, который делает вам то, что… Вот посмотрите внимательно на вот эту штуку и сделайте похожий на вопрос. Да. Ну ладно, сейчас я могу. Вопросы еще есть, я попробую. А, сейчас попробую. Интернет, да? Да. Да. И вы даже заявили какой-то инцидент. Да, да. Но я не знаю… Ну то есть… Я поправил ваш вход так, чтобы он работал. Каким образом? А я вам написал. Сейчас. Так. Сейчас. А, собственно говоря… Если вам не помимо, потому что напишите сам код. Объясните глубинный физический смысл. Оу… Глубинный физический смысл пока что сводится к тому, что я не понимаю, почему он работает так странно. То есть, в принципе, индекс работает нормально с колонками. Вот я здесь проверил. Да. Угу. Но там произошло следующее. А, значит, там произошла примерно такая штука. Слушай, Гиль, приезжай, убери, чтобы они не уходят. Сейчас. А, это я… Сейчас. А, смотрите, значит, вот у меня есть… Угу. 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 Вот такая штука, она, как видите, создает пустой штуку. Если я посмотрю в ее индекс, то здесь чуть нормальный индекс. Не помню, не помню. Не помню, не помню, не помню. Не помню, не помню. Нет, файл 1,5 гиган не нужно пытаться считывать в память. Это дело гибля. Его нужно считывать как-то по-другому. Нужно смотреть, я говорю, это у вас что, джессон? С джессоном сложнее немножко. Но нужно посмотреть, как он внутри устроен, и скорее всего состоит из каких-то кусочков, которые можно считывать, так сказать, по очереди. Таблица, ну да, это означает, что ее, скорее всего, можно… Так. О. 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 Угу. Так. Давайте сделаем это все. Вот. Есть. почему только что… Только что он мне пытался делать то же самое, но мне получилось по-другому. Ну вот. Видно, что он создает вот эту вот штуку, которая вот так получается. Оно тоже пустое, но при этом если посмотреть в его индекс… А, не в индекс, в список колонок, то здесь какая-то странная штука с мультииндексом. Да. А когда эта штука не пустая, вот, например, я сейчас возьму и добавлю сюда какую-нибудь строку. Один, два, три. То вот эта штука не является мультииндексом, она является обычным индексом. В результате, когда вы вот на такой DataFrame с колонками, которые являются мультииндексом, причем пустым, то есть он ожидает, что там будут индексы, которые устроены так. Они будут индексироваться картежами, в которых первый элемент – это что-то, и второй элемент – это еще элемент. Но при этом элементов там нет. Вот. И вот поэтому и в этом месте, и в этом месте ваш подломается. Вот. Короче говоря, там оказывается, что там достаточно добавить одну строчку, и он заработает. Ну, собственно говоря, оказывается, вам кто-то, куда это написал. Сейчас. Дайте это посмотрю. Вот. Вот. Можно добавить вот такую штуку. Прямо строчку вместо реиндекса. Вот. до реиндекса и после того, как вы читаете файл тейбл. По-моему, я вам сначала читаю файл тейбл, потом делаю реиндекс от строчки. Да. Он вам просто уберет вот этот самый, он вам уберет, вот, как бы, если бы я здесь бы это сделал, да. Он делает просто индекс. И после этой операции работает индекс реиндекс от После этого реиндекс от файл тейбл. Да. И ваш под работает безумия, больше понимается. Ну, вы помогли найти бак в пандас. Я сейчас вижу, что мне люди там комментируют, что да, похоже на бак. На бак? Ну, видите. Решает домашнее задание. Да. Как вот верхний в этом ключе размер задания, я просто не понял. Так. А, это в отдельном, это отдельно задается. Это вы можете. А. Все. Спасибо. Да. Так. Ну что, продолжаем потихоньку. Да, попутно. Результатом седьмой дамажки стало то, что мы нашли бак в пандас. Вот он открытый, висит. Желающие могут исправить его. Ну, такое бывает. То есть, в принципе, весь этот софт, он совершенно не идеален. Он развивается быстрее, чем исправляется. Поэтому, вероятность того, что вы в какой-то момент наткнетесь на какое-нибудь странное поведение, и это поведение будет связано не с тем, что вы что-то неправильно написали, а с тем, что реально это какая-то ошибка по советской библиотеке, а совершенно реальнее. Так, куда я дел… Ну вот. А, вот еще. Хорошо. Давайте еще на одну штуку посмотрим. Значит, я хотел показать вам библиотечку, которая называется Plotly. Она сейчас активно развивается. Опять же, мне ее, видимо, сейчас придется поставить. И вам тоже, скорее всего, придется поставить, и она не входит в комплект. Пандас. Здесь… Здесь… Да, у меня она уже поставила. Простанк? А плотно нет, плотно мы не используем. Продолжаем. Проверьте, что у вас должна быть версия Plotlet 3.0.0, потому что они там много чего допилили, буквально совсем недавно, это вот буквально новость от 28 июня. И как поставилось? Может быть после того, как он поставится, придется перезапустить Юпитер? Перезапустить не ячейки, а вообще весь Юпитер целиком. А, я бы сказал, что я боюсь, что весь, по камере стоит на всякий случай это сделать. А где, во время установки? Ну, это как обычно при установке, он может... Но он пытается сейчас что-то скачать, может быть интернет, там может быть интернет отвалился, может быть еще что-нибудь. Моя специалистка, может быть интернет, там может быть интернет, там может быть интернет. Моя специалистка, может быть интернет, там может быть интернет. И, во время у released 0 июня. Продолжение следует... 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 Так, смотрите, если вам кажется, что он у вас не поставился, то проверьте, может быть, все-таки поставился. Просто вот такую команду нужно выполнить. Продолжение следует... 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 Он воспринимает эту штуку просто как что-то типа списка. Эта штука не очень сильно привязана к Pandas. Она просто ожидает, что вы ей передаете объекты в специальном вот таком вот формате. И дальше на эти объекты капторисовать. Продолжение следует... Попробуйте перезапустить Юпитер. Причем совсем его перезапустить. Вот он когда Юпитер запускался, там такой черненькое окошко вылезает. Вот его нужно закрыть и запустить все заново. Продолжение следует... 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 Вот, например, в прошлый раз был вопрос насчет radioplot. Например, как это можно сделать в plot.ly. Например, так. 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 Так, видимо, чтобы его замкнуть, нужно сделать вот так, что-ли. Да, ну вот, пожалуйста. Что, у тебя перезагрузка не помогла? Нет, по идее, если перезагрузка не помогла, то и выключение и включение тоже не должно помочь. Да, смотрите, значит, эта штука, которая называется типа RadarChart, значит, просто, значит, фактически я рисую вот эти числа 2, 3, 5, 10, соответственно, вот число 2, вот число 3, вот число 5, вот число 10. Фактически это просто картинка в полярных координатах, то есть я рисую несколько лучей из нуля, но в данном случае они просто, значит, это просто лучи, которые идут с постоянным шагом, так, чтобы их было столько, сколько у меня здесь данных. И на каждом луче я откладываю расстояние, которое равняется вот тому числу, которое здесь указано. Что, не работает? Какой-то сильный, бесплатный. Он ни на что не ругается, ему хорошо. Я хочу посмотреть, на что он все-таки ругается. Так, ну, допустим, я закручу, что значит, это… Ну, вот, я лентяй. Седьмой. Угу. 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 То есть вот тут он вырубается, вот тут он вырубается, а вот тут он вырубается. А потом мы просто начеркну и делаем. А почему он тогда не ругается, просите, когда я его прошу импортировать в публике? Так, всё уже откуда нет. Что это ещё нужно будет? То есть вот он вырубается. Так, ладно, здесь предложение, я пока посмотрю и потом расскажу, что это. Не понимаю, почему это получается. Так, хорошо. Ну как, работает? Отлично. Вот, если вы теперь зайдёте на сайт этого плотли, вы там увидите довольно много всяких разных типов диаграмм. Ну вот, например, то, чего умеет делать плотли, но мало кто ещё умеет делать, это рисование всяких трёхмерных картинок. Например, допустим, я хочу сделать скактор 3D. И вот так вот. Вот так вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот так можно теперь его крутить. Вот это значит такой трехмерный scatterplot, когда у вас есть три переменные и вы хотите нарисовать то же самое, что scatterplot, только для трехпеременных сразу. Ну а есть еще какие-нибудь такие штуки, например, давайте я попожу немножко. Значит, сейчас будет немножко магии. Ну а потом, может, красиво будет. Ну, в общем, какая-то такая штука. Вот это если вам вдруг нужно нарисовать типа функцию двух переменных, у вас есть два каких-то параметра, и есть три параметра, которые зависят от первых двух, и у вас есть как бы достаточно плотная сетка соответствующих значений. Вы можете нарисовать это в виде вот такой вот поверхности трехмерный. Так. 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 Если что, написать большой? Вот этот маркет? А, скатка. Да, правильно. Это разные вещи. Вот это конкретный объект, вот эта функция, которая генерирует вот эти вот самые трехмерные скаттеры. А вот это, это как бы то место, в котором находятся всякие штуки, которые к этим 3D скаттерам относятся. В данном случае я использовал просто для того, чтобы задать параметры маркера, и я использовал специальный объект, который находится вот в этом месте. Но, нет, это как бы понятно, что это имеет отношение друг к другу, но с точки зрения Python это разные объекты, которые... С точки зрения человека понятно, что эти штуки, они связаны друг с другом, с точки зрения Python они никак друг с другом не связаны. Ну что, мне что-то задают? Да, это то, что он там это выдает, когда вы не перезапускаете, это понятно. Ну, там все это выдает. Нет, 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 просто выполнить те команды, которые... что-то неправда, ничего нет. Последний, это вот это... Вот, если вы зайдете, например, на сайт Plotly, допустим, наберете просто plot.ly slash python, то вы там увидите достаточно много всяких разных примеров диаграмм, которые с помощью него можно рисовать. Нет, NumPy – это просто библиотека для работы с числами, с массивами чисел. В данном случае мне понадобился NumPy для того, чтобы нарисовать, для того, чтобы подготовить данные. Ну вот, на самом деле, для того, чтобы вычислить значение вот этой функции, которая у меня получилась, которая синусоидит. Я использовал NumPy. Ну, вот, собственно говоря, ради вот этих вот строчек. А рисование здесь осуществляется с помощью того же самого Plotly, вот тот же самый объект Go, который взят был в Plotly. Я пытаюсь все это купить и... Да, вот. Хотя это... Да, сейчас. Ну, у меня там раньше, раньше параметры, вот эти вот, белые трюки. Вот такая штрафа была. Здесь надо было, на самом деле, не синусо-космос подставить. Чтобы было... Во! Я не знаю, что это. Так, ну, у тебя так и не заработала эта штука. Это удивительно. А у всех остальных работает? Ну, по крайней мере, плотно работает. Ну, по крайней мере, плотно работает. Ну... Вот, кстати, Plotly можно использовать и из R тоже. Ну, вот, собственно говоря, вот всякие разные примеры диаграмм, которые можно делать здесь. И не только диаграммы, можно делать такие дашборды, состоящие из кучи разных диаграмм, которые как-то друг с другом связаны. Я, честно говоря, никогда такого не делал. Но теоретически возможно. В общем, вот то, что вам хочется взять, можно... Какая тип диаграмма вас интересует? Так. Ну, ладно. Для визуализации графа, кстати, не знаю, есть ли... Это я, кстати, не знаю, плотно умеют делать или нет. Ну, у меня была там. Ну, я не знаю. Да, ну вот, проблема в картографической информации сплотная то, что, допустим, в США-то там есть куча разной всякой информации, а вот с Россией там кажется гораздо все хуже. А вот непонятно... Не, она отимпортируется, вопрос, откуда она берет информацию про границы областей. Вот здесь вот она, кажется, рисует именно, как бы она понимает, что это США. Ну, какая-то Россия здесь, конечно, есть. Но при этом понятно, что... Надеюсь, и в США не очень подробно. В общем... Вот это определенные слова, да, то есть, что он не поднимает человек, а вот автика. Вот автика. А вот, кстати, да, вот, кстати, автика. Да, ну вот, например, какая-то страшная штука про Эббулу в Африке. Вот, ну, здесь опять же, смотрите, структура всего этого кода, она устроена примерно одинаково. После того, как у вас как-то данные уже подготовлены, вы просто рисуете, ну, вот здесь они рисуют, здесь они рисуют прям layout, это штука, в которую можно вставить какие-то кусочки данных и вот какие-то, какое-то описание, например, заголовок и так далее. Ну, здесь, конечно, они много всего выдают. Вот. Ну, в общем, обычно порядок работы с такими библиотеками такой, вы находите в документации примерно то, что вы хотите, ищите первый попавшийся пример и дальше его пытаетесь, во-первых, запустить, во-вторых, модифицировать под свои нужды. Вот. Ну, вот. Но, по крайней мере, видно, какие есть у инструмента возможности. Нет, спасибо, я не пойду на ваш вебинар. Ну, нет, провести вебинар вот прям, прям, прям полностью вебинар по плотли я, пожалуй, не смогу, я им пользуюсь, но у него уж очень много возможностей. А, да, вот, кстати, 3D. Да. Ну, смотри, на старости там видит процессный мир. Да. О, кстати, любопытно. Так, ну, все мы можем сочетать раз по времени, как мы живем. О, прикольно. Это они рисуют связи между, связи между персонажами, ух ты, они рисуют трехмерную, трехмерную визуализацию связи между персонажами. И, конечно, мы отвержили. Да, да, да. У нас есть такое, ну, тушь, 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 тушь. Да, да, да. Знаем мы Артура. Ну, они другой инструментарий используют для этого, у них, по-моему, что-то самописное есть. Да, это есть, там, ну, это конец. Собственно, разработки. Ну, вот, ну, собственно говоря, вот, эта штука, эта штука вроде несложно выглядит. А, ну, здесь я сейчас просто зашел в 3D Network Graphs in Python в, я могу просто сейчас ссылку отправить на эту страничку. Можно посмотреть, как это здесь сделано, но, кажется, не очень сложно. Я понял. Они сначала вычисляют координаты. Что такое iGraph? Да, я понял. Смотрите, значит, это не собственная плотливская штука. Это, они используют отдельную библиотечку для работы с графами, которая на вход получает граф, то есть просто набор точек и набор связи между ними. А на выход, в частности, она умеет делать, как раз выдавать координаты вот этих самых точек уже для того, чтобы этот граф изобразить. И, ну, собственно говоря, вот, давайте покрупнее это сделаю, чтобы было видно. Значит, что здесь происходит? Вот, значит, вот они создали, значит, вот у нас, вот они создают этот граф. Значит, они откуда-то загрузили эти данные про связь между персонажами. Если это у них было готовое, ну, там понятно, что это как-то можно анализом текста сделать. Вот, после этого они загрузили эту штуку, вот у них, значит, вот у них это, то, как они делают этот граф. А после этого, ну, вот здесь вот они назначают всякие лейблы. После этого они делают вот такую штуку. Значит, это они просят вот эту самую библиотечку для работы с графами. Они просят сделать layout, то есть именно разместить эти точки в графе в трехмерном пространстве. И дальше они используют результат вот этого layout для того, чтобы нарисовать этот граф. А дальше они его рисуют вот точно так же, как мы уже рисовали Scatter 3D. Ровно с помощью того же самого инструмента они это делают. Но только чуть-чуть более подробно здесь все. Ну, да-да-да, но здесь на самом деле просто вот эти объекты, сейчас, где они здесь, вот. Значит, вот у них этот самый Scatter 3D. Ну, вот я тогда задавал просто xyz, а здесь можно задавать, например, значит, вот, например, текстовые записи, можно задавать маркеры. Да, сейчас, так и где они задают, интересно? Где они задают, какого цвета? Вот это ColorScale. А, точно, вот ColorGroup, да. Это они... Значит, говорят, что цвет этого маркера будет зависеть от группы, которую они там дальше где-то создали. Вот. В общем, вот таким вот образом можно рисовать всякие разные продвинутые картинки. Да-да-да, да, 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 можно. Вот, в общем, такой довольно симпатичный инструмент. Я думаю, что может быть полезным. – А вот такой вопрос, как-то делается в одном поле графиков сразу, скажем, 8 графиков, а, допустим, 8 категорий из них там? – То есть выходить просто в несколько графиков. Выходите в Plotly или в чем-нибудь? – В принципе, не важно, просто это. – Да. Смотрите, давайте я сначала покажу, как это делается в Matplotlib, просто если вам нужна статическая картинка. Значит, давайте проверим, что у меня все включено. Сейчас натянем Matplotlib. 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 I fancy. Конец. С Nav maintained. . Ну, давайте что-нибудь тут изобразим. Я более-менее случайные числи сейчас поставляю. Ну, давайте пока так сделаем. 2, 1, 1. Или лучше наоборот. Значит, как эта штука устроена? Ну, вот с помощью вот этой команды PLT subplot я создаю, ну, как это сказать по-русски. Короче, картинка в картинке. Значит, вот этот параметр устроен таким образом. Это, он выглядит, прикидывается трехзначным числом. На самом деле, это три отдельные цифры. Значит, вот это – это количество строчек, это – это количество столбцов, а это – это номер текущей картинки. Значит, можно было бы сделать, например, наоборот. Тогда бы я сначала нарисовал вот эту вторую картинку, вот эту картинку, а потом вот эту первую картинку. Нумерация здесь нетипичным образом начинается с единицы. Это как одна картинка. Да, я ее могу сейчас сохранить, ну, вот, я ее могу сохранить как какой-нибудь файл, значит, там, .png, и это будет один .png файл. Вот. И здесь, понятно, можно делать дальше какие-то более сложные конфигурации. Там есть специальный инструмент, который позволяет делать… Ну, вот эта штука, она делает просто такую решеточку с одинаковой размером картинки. Но там можно использовать, кажется, это называется grid-plot, как-то так. Короче говоря, штуку, которая умеет рисовать картинки с более сложной сеткой, когда вы можете настраивать размер ячеек, когда вы можете объединять какие-то ячейки больше. В общем, отдельная история про то, как это все настраивается. ну, вот в простейшем случае, пожалуйста, вот так. кто? Третья цифра – это номер текущей картинки. Вот я в данном случае начал рисовать. Давайте, чтобы было видно разница, давайте я буду здесь рисовать вправо, здесь рисовать в красном, а здесь буду рисовать, допустим, таким вот. вот у меня теперь сейчас красная справа, потому что это картинка номер два. вот смотрите, значит, это штука, которая странно так. Вот эта цифра – это количество строчек, вот эта цифра – это количество столбцов, а это – это номер картинки. 200 – непонятно что, да. Здесь все цифры должны быть больше здесь. Первое – это количество строчек, да. Ну, в данном случае я нарисовал просто две, как бы, две картинки, которые друг напротив друга, так, по горизонтали. Это табличка, в которой, как бы, одна строчка и два столбца. Ну, вот можно было бы нарисовать, ну, хорошо, можно было бы нарисовать что-нибудь такое, пожалуйста. Так, первый, третий, сейчас, почему первый, третий, а еще первый, четвертый? Что такое? Во, пожалуйста. Первый, второй, третий, четвертый, да. Ну, вот так тоже можно. Ну, и я, на самом деле, мог бы сделать так, я мог бы нарисовать, например, допустим, я мог бы сделать что-нибудь в таком роде, допустим, допустим, вот так, а теперь, например, я хочу нарисовать что-нибудь, допустим, я хочу две строчки, один столбец и второй элемент, но это я хочу каким-нибудь другим цветом нарисовать. Другим цветом напишу здесь. Что-то мне не нравится, что она друг на друга налезает, наверное, нас спасет tight layout. Да, tight layout обычно спасает, если у вас что-то на что-то начинает налезаться. Вот, видно, что здесь я как бы сделал, сначала я делал вид, что у меня будет табличка 2 на 2, а потом я сказал, что нет, давайте, когда я рисовал вот эту картинку нижнюю, я говорил, что эта картинка является частью таблички, у которой будет две строчки и один столбец. Ну и таким образом нарисовал вот эту картинку. При сохранении она ничего не сохраняет. Смотрите, вот это все должно быть в одной ячейке. Если вы вот эту команду запустите в другой ячейке, то она непонятна, откуда будет картинку брать. Как бы в этом месте Юпитер, он работает по принципу типа одна ячейка соответствует примерно одной картинке. Его можно попросить нарисовать несколько картинок в одной ячейке, но это нужно отдельно спросить. Здесь, конечно, можно, если вы хотите, вы можете, допустим, сохранить с другим размером, с другим разрешением, много чего настраиваться. Вот, например, можно сделать 1200 ДПИ и у вас будет сейчас огромная картинка. Ну, она ее сначала... Я просто... Ну, сейчас нарисую. Ну, сейчас нарисую. Ну, да. Ну, 1200 ДПИ. Там, на самом деле, огромная картинка, скорее всего, получилась. Это я сегодня просто рисовал картинки, которые соответствуют атомной структуре какого-то куска графена, но там атомов-то много. У меня картинка получилась большая. Ааа, большая. Он очень долго ее рисовал. Так, хорошо. Давайте еще какие-нибудь вопросы. А? А? Еще какие варианты импортировать? А? Сейчас. Дай как-нибудь работу. Дай как-нибудь. Сейчас. Он не импортируется или он не работает? Да. Он импортируется. А, он импортируется, но не работает. Да. А вы компьютер пробовали перезапускать? Вот прям компьютер перезапускать. Да. Дай еще раз, на меня такой заблечит. Четыреста четыре. Где это стать? Вот и нет. По-моему, это такая же ошибка как у меня. Да, это та же самая ошибка. А почему ты не установил этот платный виджет? Я не понимаю почему. А нельзя его попробовать отдельно установить? По-моему, он входит в комплект этого самого. Вот. Третья версия. Ну, хорошо. Смотрите. На худой конец, если этот платный виджет не работает, то должна заработать какая-нибудь такая штука. Frontplotland. Хотя тоже может не заработать. Сейчас посмотрим. Аплотлем. Аплотлем. Аплот. 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 Аплотлем. Аплотлем. Вместо вот этих штуков использовать вот такую штуку. Ну, вот у меня работает. У меня, правда, раньше работало. Аплотлем. Аплотлем. Ну, это просто с помощью другой функции я его вызываю. Это чуть-чуть более старая функция, чуть-чуть более старый способ работать с такими штуками. Кстати. Значит, еще одну вещь покажу. Аплотлем. 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 не надо. Ваши задачи. За и вопрос на сохранить картинку напишу есть какие-нибудь. Смотрите, значит, вот, например, нарисовал я картинку с помощью стандартных инструментов, с помощью MatplotLiber, или с помощью Pandas, которая рисует в том же самом MatplotLiber. Значит, вот при создании картинки я сохранил эту картинку в переменах, которая называется «Film», а после этого я вызываю вот такую команду «iplot.mpl.film», и он мне перерисовывает ту же самую картинку, но в виде плотвицкой. Это, по-моему, тоже очень прикольно. Он, правда, не всё умеет, но какие-то вещи умеет. А в R там есть конвертатор из Digiplot, из Digiplot в Plotli? Прикольно. Ну, особенно говоря, это вот тот же код, который уже был, только я просто добавил сюда вот эту строчку. А ещё, у меня появилась вот такая строчка, и вот такая строчка тоже появилась. Вниз? Вниз? Это куда? Вниз? Это сюда. Это вот в этот низ. Ну, это на самом деле то же самое, что я уже показывал. Я просто надеялся, что она заработает, но она, видимо, не заработает. Ну, это там, по-моему, вряд ли там какая-то… Да. А вот почему он… почему он этот Plotli Widget не установил? Да, смотрите, значит, здесь я немножко в беспорядочном порядке всё это написал. Значит, во-первых, я использовал вот такую штуку. Здесь есть вот эта нитная букмот, которую нужно выполнить. А потом, собственно говоря, та функция, которая делает из обычных Plotli-бовских картинок делает Plotli-бские картинки. Чего-то. Аминь. 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 Южин. Аминь. 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 Вы с верткой не наставали. Да, да. А вот потом в пономido вы сидите не наставали… Нет. Вы с верткой не наставали? Да. Ну, значит, надо бак закрепить. Может быть, он все-таки... Я уже начинаю поднимать компанию. Я уже начинаю поднимать компанию. я понял. Значит, с iPlot работает? Хорошо. Ну, хорошо. Возможно, что это действительно какой-то глюк новой версии Plot. Я добавил импорт этого iPlot MPO, и после этого, по-моему, все заработано. Вот. Смотрите, значит, в общем, мы обсудили фактически два разных инструмента, с помощью которого можете отрисовать. Matplotlib и Plotlib. Matplotlib в некотором смысле более универсален, потому что с помощью него вы можете нарисовать все, что угодно. Сколько времени на это уйдет, неизвестно. А во-вторых, Matplotlib все-таки может быть побольше. А вторая особенность, все-таки Matplotlib рисуют статические картинки. То есть, если вам нужно нарисовать просто картинку, то вы можете это сделать с помощью Matplotlib. Вот. Plotlib очень симпатично выглядят, именно я имею в виду, что по количеству всяких разных штук, которые там есть, мне вообще он довольно активно сейчас развивается. Они постоянно выкатывают какие-то новые возможности. Есть еще несколько библиотек, с помощью которых можно рисовать разные картинки. Но, во-первых, есть Seaborn, про который мы немножко поговорили в прошлый раз, но это тоже все продолжение Matplotlib, настройка на тем же Matplotlib. Есть еще библиотечка, которая называется Bokeh. Она немножко в сторону, тоже в сторону Plotlib, потому что она тоже делает интерактивные картинки. Но, кажется, развивается сейчас менее активно, чем Plotlib. Но с помощью него тоже можно рисовать всякие красивости. Тоже интерактивные. Это не очень красивая красивость. Ну вот, например. Это сделано с помощью Bokeh. Вот. Я, честно говоря, почти совсем не имею с ним опыта. Как-то я, если мне нужно что-то интерактивное, я пользуюсь Plotlib, но, может быть, тоже стоит обратить внимание, некоторые вещи, возможно, в нем сделать проще. Но, в частности, кажется, вот такую штуку... Ну, хорошо. Вам вряд ли нужно рисовать фазовые портреты дифференциальных по сравнению. А мне иногда приходится. А мне иногда приходится. Но вот это вот они. Какая-то симпатичненькая. Ну, куда они многовато написали. Вот. Есть другие библиотеки. Проблема с графическими библиотеками в основном состоит в том, что они появляются быстрее, чем их можно успевать освоить. Потому что любая графическая библиотека – это огромное количество настроек, функций, возможностей и так далее. Ну, просто потому что рисование картинок – это, в общем, непростая деятельность. Вот. Но, так, в моей практике, в принципе, Plotlib от Plotlib бы хватает. По крайней мере, для моих задач. Обычно. Вот. Хорошо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? По поводу сертификатов мы решили так, что, ну, собственно говоря, когда пройдет последний дедлайн по последней намажке, тогда мы все выдадим. Если вы хотите получить сертификат раньше, значит, вам нужно раньше набрать половину от всех баллов, какие их можно будет набрать. Вот. Вот. Я думаю, что я вам дам домашку нарисования картинок. Но, правда, мы ее не можем проверять автоматически, но мы ее проверим вручную с Игорем. Вот. Там нужно будет просто нарисовать какое-то количество картинок, типа таких, как показано на картинке, воспроизвести по мотивам сегодняшнего занятия. Вот. Ну, хорошо. А уже, значит, со следующего раза начнем веб-скрэпинг и всякие такие вещи. Что-что? А? Ну, вот сейчас потолбили. Сейчас мы сидим. А, я понял. Да. Сейчас мы сидим. Спасибо за субтитры.